Давайте я свою позицию пытаюсь раскрыть. Я считаю, что Обама не приехал в Россию не из-за Сноудена. Сноуден это всего лишь причина, предлог, чтобы ему не приехать. На самом деле, российская власть в последнее время для того, чтобы укрепить свои позиции, пытается использовать антиамериканскую риторику для того, чтобы мобилизовать как можно больше людей вокруг действующей власти. Когда муж и жена ругаются в доме, а дом вдруг окружают какие-то волки, то в этот момент муж и жена перестают ругаться для того, чтобы защитить свой дом. Здесь то же самое происходит. Когда власть не может договориться с собственным народом, с своими гражданами, которых она обманывает, которым постоянно врет, которых обворовывает, в этот момент нужны вот те самые такие враги, понимаете, для того, чтобы как-то остановить протестные настроения, рост протестных настроений. Так вот, наша власть, к сожалению, последние уже полтора года вот эту вот антиамериканскую риторику очень часто использует. Более того, был принят, на мой взгляд, такой ужасный совершенно закон, который даже не против американцев, а против российских детей-сирот, вот этот закон Димы Яковлева. Все, что даже происходит в нашем телевизоре, если вы посмотрите, то кругом одни враги, американцы враги, хотя наши олигархи там берут кредиты, там наше правительство размещает резервные фонды. Так вот, в этих условиях, когда наша элита пытается направлять туда детей, в Америку держит там капиталы, покупает недвижимость, а здесь нарушает права граждан, фальсифицирует выборы, да, и при этом, когда, ну, весь нормальный цивилизованный мир начинает критиковать, почему-то Путин и окружение отвечает вот этой антиамериканской риторикой с телевизионных экранов. Поэтому из-за этого отношения давно уже с Западом обострились, а не из-за того, что там Запад нам угрожает, да, я думаю, что вот этот Сноуден стал таким предлогом для того, чтобы не приехать и просто показать, что, ну, как-то надо вести себя цивилизованно, а то у нас элита хочет жить, и наша власть хочет жить по-западному, да, пить дорогое вино в красивых ресторанах в хороших условиях, а править по-восточному, да, в стиле такой восточной тирании. Поэтому вот эти двойные стандарты привели к серьезному конфликту с западным сообществом.